здорово братцы тип преследить дня тут на этой стоянке все еще печальнее чем ночью 8 час будем выдвигаться начинать потихонечку весьма чумазенькие уже некий бревен навалили прошлый раз еще где-то вот там стоял сейчас он там всю засыпали чука тут наши автомобили утренний осмотр барбосы за косточкой бегают так вроде все вроде все у парадку показалось знаменитый очинский трамвай громыхает дыр 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 может они здесь расширять ее собираются земли че-то он по навозили может быть там площадку будут делать не знаю ближе к зиме зиме готовится а если мусора выбросов так ну что вроде как вы не беды пояснике тут швартанулись у них наверно вот этот вот при а нет навигатор а нет у него разные приборы стаяга сейчас один прибор ставишь на все страны и у него разные его немецкий вижу на белорусский польские российские это навигация в нем а сейчас это прибор ставишь то у него еще прицеп то старый а еще и мега к тому же господи тоже еще то счастье таскать такой какой-то устанавливаешь и все и у тебя на всех сразу странных он арбайтон свежо у нас у меня 3 градуса было утром но ничего потерпим эти временные трудности как бы правда ходить вот курточки мастерки приходится что делать кому слегка ладно свежо 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 хорошо сейчас согреемся дырявая стоянка дырявая проехать куда-то дальше где-то стать блин тут единственное что хорошо живет интернет хорош город и положить 4g реальный рацию включить не включить включим сейчас выключим если что так мне тут вообще не нравится красный mercedes не знаю лежит у меня душа газовым машинам и все не знаю почему выехать перекрыть тут всю дорогу пока никто не подъехал вон там уже все равно зеленый загорается начнешь ждать потом тут все как понаедут и все и опять не выйдет вот заправка рэфа шашлыки через 120 метров по главной дороге держитесь в правиле едем в сторону красноярска сегодняшний еще должны дань с нас снять как это без мафиозной структуры то без нее никак вот давить его сейчас даже вот ситуация вот сейчас на жигулях вот он ему налево надо она зеленый едет козах поворачивает на стрелку я думаю не имея ни малейшего понятие что тому который едет отсюда откуда едем ему оказывается зеленый свет горит совсем это чудо тут переезды к разломались через эти трамвайные пути готовьтесь к не устану повторять что идиотская система регулирования перекрестка поворачивая на стрелку налево откуда я могу знать что туда в ту сторону куда я поворачиваю что им горит зеленый я их пропустил тоже я этого не знаю через 50 метров поверните девушка извините не хочется вас слушать с утра что по солнышку денек у нас тоже планируется неплохой сейчас быстренько согреемся потому что на 3 градуса спать было хорошо спать вообще никаких проблем шикарно и машин уже заводить не хочется людям вокруг спать не мешать так только вот с утра свяжу так вообще спать было прекрасно с вечера ложишься тепло еще на рабочий момент ничего страшного переживем первый раз что я когда начинал было у меня этот в этой в заулке в этой в конторе мат 7-месячный 190 кобыл из них 100 в поле там я еще и прицеп таскал на швейцарии в нем ездил ну ни о какой автономке там речи быть не могу ничего и в 15 градусов мороза я в нем спал так вечером натопишь перед сном стакан снотворного всадишь все правда утром просыпаешься естественность под одеял только один нос торчит кутаный весь такой вылазить и слой льда на стекле лобов руку высунешь машину заведешь и лежишь под ним под этим пациентом пока это стекло оттаял от не начнет чувствуешь тепло пошло все можно ползать и так вот я так вот отъездил в одну зиму я так на нем отъездил точно выезд на протоке буту ну что самое интересное даже как-то попал морозы чудо там даже по-моему игрался в 10 или 15 даже он не ночевал в районе познаний и было холодно и точно так же представьте на нем в колейках стоять на границе на той же стоять тарабанить не будешь потому что никто тебе пережег не помешит там пережоги на них висели на этом манит под две тонны зарплату не платили тогда мы чё делали уже можно рассказывать германию заезжали а тогда еще это был 2002 год по моему до 2 еще граница с польшей было и вход в германии со стороны польши на 200 литров был всегда ну то есть больше 200 нельзя рисканешь завезешь солярки лишний да и так зарплату же не платили я когда увольнялся потом здесь месяц задолженность была так в среднем 3-4 месяца долго это было нормально заедешь германии от автахов по 12 автобану 30 съезд шторков назывался он и счастлив там есть и соски это было место купи-продай а у нас и соски карты были с заправками к соски карты за заправляться а приезжаешь куплю дрова 200 литров каждым рейсом но чё делать жидко за что-то надо за 200 литров пережег пускаешь не высчитывали за пережег политику тоже тогда фирма было сложно понять что-то открывали полторы-две тонны на каждой машине висела пережега и плюс машина еще по рукам гуляли нет нет у меня-то на 2 всего работал сначала этот 7-месячный ман с прицепом был с поворотным кругом потом дали того паровоза и на нем то же самое нужны от он из каждого есть 200 литров это было как это как святое заехал продал заправил кому-то и все их пережег запустил дальше деньги тогда она была какие-то имеется зарплату не платили поэтому по увольнению так за пережег никто и не вычитал я принимал ее с большим пережегом потом сдавал ее с большим пережегом когда принимал частный нормально 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 опасный дорогой груз самый опасный самый дорогой все с мигалкой идет детишек везет в школу или со школы возвращаются пол девятого может быть 9 в школу неважно факт то что ограничение 60 ну и плюс он и так не едет что-то вот совсем мы и пятидесяти не едем груз у него очень очень важный очень опасный поэтому да везет детишек детки школу едут вот все понятно надо потихонечку аккуратненько очень ценный груз загружен в этом базе к кафе восток михаил доброе утро не дружище извини сейчас заезжать не буду нету время да и как бы только выехал недавно что я тут проехал полтора часа меньше даже позавтракавши сачинска на обратнем пути обязательно заеду что нибудь вкусное тут отведаю из представленных у вас кафе блюд просто вот думаю надо с утра сейчас проскочить пока тут еще мафиоза там не проснулся может получится прошмыгнуть мимо красноярска это задержись и точно мафиоза узнаешь что я здесь леса труба тела опять это ласта заломает и в енисей по волокут купаться или с этого с красноярская г сныряк заставит кстати спрос воды интересно уже закончился или нет в братской так продолжается я думаю завтра мы данное зрелище увидим а если серьезно сейчас просто доеду до региона и надо посмотреть может быть мы заскочим в красноярск немного догрузимся до братска время позволяет деньги предлагают на это расстояние неплохие можно попробовать забрать там бровь килограмм 800 забирать но сейчас доедем уточним самый главный вопрос это если завтра выгружаем в субботу все в братских готовы в субботу выбросить тут в принципе почему нет можно забрать вот поэтому михаил назад буду ехать обязательно за рулю пожать твою мужественную руку приятно вкусно покушать надо стекло помыть что-то я забыл сегодня с утра собралась банда в полосатых купальниках не погнать же нет возможности они тут втроем собрались друг за дружкой его прилипли один к одному и все никого не обойди всех троих не возьмешь так казану как этот митсубиши мы не моем сейчас на регионе помой стеклышко но не красиво совсем мурзатенькая получается пацаны как вас всех обогнать скажите пожалуйста они как окошко появляется зато и знак появляется это тут просто местные парни сплошную вообще никто не смотрит или вот так вот на уазике педаль в пол и пошел видеть какая сплошная я вас умоляю здесь вот за новосиб заходит даже не за новосиб за умск заходишь ладно за новосиб как-то вот сплошная становится уже не такой уж и сплошной а дальше туда я вообще молчу это вообще никто за разметку не считает менталитет такой наверное здесь или как но это уже замечено так двигаться никто не хочет но он в принципе и не обязан нарушать пдд сейчас тут уже скоро по идее должна широкая начаться ближе к красноярску 24 километра до объездной тоже сейчас где-то будет район аэропорта красноярского там камаз тралом идет по тихоньку низенько низенько тихонько тихонько собрала живом колейку дачинска за собой маленькие большие все там сзади все здесь стас с душами целким все все так и у нас нет ты так и не получилось до широкой ничего с ними сделать идет сплошной поток навстречу и все все только плакаты плакаты как прф зеленый лдпр единая россия выборы выборы скоро выборы все только голосуйте за нас и будет вам счастье проголосовали и на этом все на катя пацаны тоже хотели лихо ехать вот он ведь виновник торжества погрузчик везет 2 2 погрузчика два мотора пацаны тоже хотели быстрее ехать оказывается эти гречным делом подумал что они тоже не едут они просто не было возможности так же как она мы погнать те хреном ругались иди отсюда летаешь ты ему путешествуешь что никак тебя выловить не могу летает зараза как только я собираюсь его ловить на кто-то прячется как будто понимаешь что сейчас вот объявлена охота на мышей такая вредная я промокл все нет как чувствую все это время вот перед носом туда-сюда летала все дни надо присесть на меня обязательно желательно на нос лети и садись где ты нету куда-то вот заточковалась существо ну ладно а вот прошунула только что вот она падла вот и так легкий ноктаун получила что-то что-то не маяла развлекаются уплой а что делать что-то косоносцы прячемся я вас умоляю прорвешься тут мимо вот только вышел на красноярскую обездной он смотрите пожалуйста коза ностро вон они уже все ведь так приехали снимать что не пойму только на транзитных номерах что ли продают правильно чё хорош уже маскироваться надо же на этом как он его там x6 на или x7 уже выгонять из гаража на унана казаноска перейти видите как проскочишь тут как ты проскочишь никак не проскочишь мимо все сейчас придется мы заплатим золотом как-то фильме ну и все пять поджидают это мне показалось что он транзит только чё-то рации нет не кричат приезжаться к обочине остановиться и что где будем тормозить я думал на регион остановиться вот походу что не придет на регион можно будет не заезжать по итогу все равно на регион заводом нужно выключить в этом месте и дальше поехал и дальше поехал дальше поехал не менее он стоят, чуть не перепутал здрасте куда-нибудь куда-нибудь надо отъехать в сторонку где-нибудь так встать, чтобы никому не мешать сюда вот мы встанем встает магазинчик ага, подкрадываются в очках все потому что у меня очки одеть вот хотела можно мы заплатим золотом здрасте, здрасте, здрасте хотел я проскочить, чтобы мафия не словила не, не получится только на объездную вышла смотрю, несется уже я так и понял все, заброк идти доставать ну а что делать? заброк, да пока не заплачешь, не проедешь, да? ну секрет открываем какой? какой? ну такой, что оброк ты каждый раз и не вкладишь ну, ну да а что тут секрет-то? альпачино или алькапоне как тебя лучше называть? как зла? если серьезно, то рад вас видеть мы тоже если серьезно дела не у нас но это уже тогда не на камеру мы отрежем так, короче это не тебе ай, спасибо спасибо смотри я не знаю, что ли? ну и тебе же ты не показываешь что-то вкусно что-то вкусно мамонты вот как я думаю, тебе надо напиток посерьезней что ли? да бери чай как его делают? мамонты? я не знаю мамонты наверх это когда в Москве что ли? да это подарок ну, презент от шефа ааа ну и меня ну а тогда у нас есть презент кто-то тебе опять скажешь, что я за мной поляру собираю а елку елка наша елка ну вот смотри а это Александр это Александр Багратович на а чтобы поеду пока пока они еще не выросли да, чтобы повесить шишки да я я понял, понял это же не из шоколада внутри водка внутри водка а внутри водка? да ну там как? она такая ну я понял вот вот вы шишки вот повесили все ну чтобы они расстрелились видели, что уже шишки не надо для того чтобы не видеться я на самом деле они на память для нас ну да ну да шишку надо показать у меня как книжка спасибо настоящую почти спасибо если это для тебя что прошло замечательный выпуск сейчас мы здесь в Голландии будем стараться да спасибо 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 ругое спасибо спасибо ну спасибо с